Друзья, всем привет! Сегодняшний обзор будет не обычный, не про продукцию, а про мой маленький эксперимент, который я провожу на острове Вали. Мы здесь с мужем находимся с 13 февраля, если я не ошибаюсь, и после 7 марта будем находиться. Сегодня у нас 19 февраля, мой пятый день на острове. Я, в общем, не обмазываюсь ни какими кремами, ничем, и мой эксперимент будет посвящен витамину Д. Одно из самых популярных видео на канале, это как раз из раздела биохакинг про анализы витамина Д. И этот видеообзор, который я размещала чисто для экспериментов, потому что я очень часто даю анализы раз в год, я как минимум раз в полгода. То есть в год я даю два раза как минимум. И это видео у меня самое популярное. На данный момент просмотров более 52 тысяч, там 52 980, по-моему, и более 144 комментариев. Для меня это прям космос. Вот, и среди комментариев, на самом деле, большинство людей благодарны, спрашивают, задают вопросы. И мне очень нравится, что вы задаете вопросы и спрашиваете, потому что для меня тоже это очень такая полезная тема, потому что я сама продукт не из России, и для меня дефицит солнечного света, он очень сказывается как на здоровье, так и вообще на всем, на самочувствии и так далее. В общем, среди комментариев были еще очень много, ну, я бы не сказала, что негативных, но были самые такие смешные, что нет печати на анализах, что это все фейк, подстава. Не знаю, зачем мне это делать, зачем мне рисовать все эти цифры, но вот так вот, у меня лаборатория Биомеда, на них у них печати не ставит. Вот, если только я сама не пойду ножками в лабораторию и не попрошу поставить мне печать. А так они в электронном виде мне все в PDF отправляют, без печати, только подпись лаборанта. В общем, вот такие дела. А пока я буду находиться на острове 21 день или 3 недели, я решила не обмазываться никакими солнцезащитными кремами и, прежде всего, не принимать никакие добавки, вообще никакие. Я не пила даже пробиотиков, ничего абсолютно. И по приезду домой, я, наверное, буду у себя, 7 марта уже, я хочу от числа 8 марта пойти и сдать анализы дополнительно. Но, прежде всего, сдам анализы на витамин D и посмотрю, что изменилось. Потому что здесь я нахожусь на солнце достаточно часто, как минимум 2-3 часа в день. То есть, нахожусь под открытым, таким небом. Вот. И хочу посмотреть вообще, увеличится у меня количество витамина D в крови, уменьшится. Ну, я на самом деле просто забиваю, что он уменьшится. Мой последний анализ показывал цифру только 52, только 53, я не помню. То есть, в одном из последних видео я заливала информацию, показывала бумажки, какая у меня там цифра. И, несмотря на то, что я принимала по 5 тысяч единиц витамина D, и зимой, и летом я сейчас принимаю только по 5 тысяч единиц, ум у меня почему-то зимой все равно падает. Не на много, но падает. Вот. И вот такой я ставлю маленький эксперимент. Я сначала хотела записывать ежедневно маленькие короткие видео о том, как я меняюсь, как меняется цвет моей кожи. Но, на самом деле, решила, что это пустая трата времени. Это долго и неинтересно. Иногда я просто прихожу ночью, здесь очень быстро темнеет, и вообще не видно, какие изменения происходят. Поэтому я решила не записывать такой формат, а вот просто разместить до, и после я тоже расскажу. После 8 марта, если я там, числа 10-11 марта, я уже размещу по результатам, и расскажу вообще, что изменилось по своим ощущениям и так далее. На этом все. Всем пока. До скорых встреч.